Здравствуйте, друзья! Сегодня 30 апреля, четверок. Это программа «Кайрлотан». А значит, надо с самого начала настраиваться на позитивный лад. Что мы, собственно, и собираемся сделать. В ближайшие 30 минут Дмитрий Мостовой познакомит нас с новинками кинопроката. А Виталий Чернов перенесет в бескрайние казахстанские степи. Доктор философских наук Сагангет Кенжибаев поделится своей историей, пережитой в годы войны. А гость программы Жоэль Шапрон расскажет все о казахстанском и французском кинематографе. Программа интересная и насыщенная. Не переключайтесь. 30 апреля в 1913 году родился Аубакир Исмаилов, художник-живописец и акварелист, народный художник Республики Казахстан, фольклорист, балетмейстер, режиссер и актер. Он работал в жанре романтический монументальный пейзаж, снялся в фильмах «Ангел в тюбетейке», «Синий маршрут», «Горизонты», «Наш белый доктор». Говоря о знаменательных событиях сегодняшнего дня, нельзя не вспомнить о том, что 30 апреля в 1945 году наш соотечественник, лейтенант 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта Рахамжан Кушкарбаев и его друг, однополчанин Григорий Гулатов, водрузили первое красное знамя над Рейхстагом. До окончания войны оставалось 8 дней. И 9 мая мы будем отмечать 70-летие Великой Победы. В нашей программе мы продолжаем знакомить вас с воспоминаниями наших ветеранов о самой страшной войне 20-го века. Нас застало вес на войне, конечно, сразу же. Ну, тогда среди народа было сильное волнение, и каждый тянулся для того, чтобы быстрее попасть на поле брони, на поле битвы. Всенародный патриотист УГР захватил нашу молодежь-перевозчику. И вот я подал заявление о том, что меня добровольцам направили как член БНКС на войну. Значит, военковаты мне первый раз отказали. Куда тебе? Еще ты был 17 лет, нет тебе. Тебе не возьмут, ты не можешь поднять ружье. Поэтому мне отказали. Ну, я достойчиво настаивался. В июле 1942 года упорного 17-летнего паренька направили в Орловско-Курское военное училище, которое в те годы находилось в Туркмении. После полугодового курса подготовки, в числе других выпускников училища, Сагандык Кинжибаев был мобилизован в состав резервного фронта под командованием маршала Жукова. В декабре 1944 года, после подготовки в танковых частях, Сагандык Кинжибаев был направлен в Восточную Пруссию, в танковый полк 2-го Белорусского фронта. Сагандык Жуносович любит повторять. После пережитого на войне нам уже ничего не страшно. Любые трудности и радости надо переносить с достоинства. Вообще фронтовик не должен сидеть сложить руки. Фронтовики умирают не лежа, а стоя, работая, трудясь. Друзья, напоминаем, цикл передач «Моя история войны» выходит в эфире телеканала Хабар. Азамат, мы чуть не забыли упомянуть, к примеру, о том, что 30 апреля – это очень важная дата для индустрии музыки. Верно, ведь сегодня Международный день джаза, праздник совсем молодой и отмечается в четвертый раз. Основная цель мероприятия, по данным учредителей Генеральной конференции ЮНЕСКО, повышение степени информированности о джазе как о силе, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми. И ведь, Анара, сколько хитов и выразительных движений подарила миру это направление. Вот такие вот. Да, ну не такие они, вот такие вот. И вот так вот. Почти, да. Почти. В продолжении танцевально-музыкальной темы наш сюжет. На богатую танцевальную и музыкальную культуру цыган повлиял кочевой образ жизни. Более девяти веков назад их предки эмигрировали из Индии на Запад в поисках лучшей жизни, впитывая все лучшее из традиций других народов. Однако женский элемент тряски плечами исконно цыганский. Соответственно, все другие народы, в чьих танцах вы можете встретить подобное движение, заимствовали его. Тряска должна охватывать грудь и плечи, а локти оставаться неподвижными. А вот цыганская чечетка в основном прерогатива мужчин. Немало удалей и энергии требуется, чтобы отбивать дроби, щелкать пальцами и хлопать по плечам, бедрам и ногам одновременно. Техника и искусство передаются не просто от родителей к детям, а буквально впитываются с молоком матери. Уникальность цыганского танца в его универсальности. Он не имеет никаких возрастных или временных ограничений по его исполнению. Если музыка зажигает, а душа поет, то участвовать в танце может целый табор, а это около 30 человек. Интересно, что прототип современного танцевального наряда появился в выступлениях цыган в начале 19 века. До этого времени исполнители выходили к публике в обычных европейских одеждах. Тем не менее, сегодня мы не можем представить себе танцовщицу-цыганку без широкой, длинной, яркой юбки, блестящих монет и браслета. И напоследок хочется вспомнить стихи поэта Эдуарда Осадова. Ах, как бурен цыганский танец, без девчонка, напор, гроза, зубы солнца, огонь румянец и хохочущие глаза. Анара, на календаре четверг, 30 апреля. Знаешь, к чему я это веду? Без понятия. К тому, что мы в этот день обычно встречаемся в студии с нашим режиссером-путешественником Виталием Черновым. Ну что ж, Азамат, не будем менять традиции. Виталий, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как ваш день сегодня начинается? У меня каждый день начинается с рабочей обстановки. Ну здорово. У нас тоже. И нам не терпится узнать, где же вы успели побывать. Ну, я отправился в степь. Понимаете, степь меня очень сильно привлекает. Я всегда удивляюсь. Когда сходит снег, ничего нет. Абсолютно все голое. И вдруг в какой-то момент все расцветает, появляются птицы, насекомые. Ну, великолепие. Ну, давайте посмотрим то, что сняли. Давайте с удовольствием. Смотрим сюжет. Степные или среднеазиатские черепахи выбираются на поверхность земли только после того, как пройдут весенние дожди, которые увлажняют почву и позволяют присмыкающимся прорыть себе путь наверх. Норы черепах находятся в близком соседстве, и они часто посещают друг друга. Случается, что несколько черепах собираются в одном месте. Так, впрочем, и безопаснее больше глаз следят за хищниками. Вон их, к примеру, сколько в небе летает. В жаркое время черепашки любят подремать, а по холодку кормятся. Степные черепахи – растительноядные животные. Листья и плоды различных растений дают им и корм, и необходимую организму влагу. Когда пустынная растительность выгорает, черепахи уходят в летнюю спячку, закапываясь в норах. А весна, начало лета – самое благоприятное время не только для присмыкающихся земноводных, но и для всех других диких обитателей степей и полупустынь. На бескрайних казахстанских просторах огромное разнообразие различных видов растений. Но жизнь большинства степных цветов с кольерка столь же и мимолетна. Возможно, именно поэтому природа и наградила весенние растения удивительной красотой. Весеннего времени отведено только на то, чтобы созрели плоды и семена. К началу лета солнце иссушит землю, и ветра рассеют семена далеко по округе, порой за тысячи километров. А будущей весной крохотные зачатки первоцветов почувствуют приветливое солнце и живительную влагу дождя и взойдут. Вновь и вновь к ярким цветам отовсюду будут слетаться пчелы, бабочки, жуки. Для насекомых здесь нектар – лакомое угощение. Бескрайние казахстанские просторы так и манят путника остановиться, полюбоваться степными цветами, насладиться заливистым пением птиц. Век весенних цветов скоротечен. Важно не упустить время и отправляться к цветущим лугам, разносящим медовое благоухание. Виталий, спасибо за красочный сюжет. Тебе понравилось? Да, очень интересный. Виталий, скажите, пожалуйста, куда мы отправимся на следующей неделе? Вот, ребята, вы понимаете, планы меняются прямо по ходу. Я планировал поехать на берег реки, но, как в прошлый раз, вдруг что-то встретится, и оператор увлечется, и мы весь день проведем там. Поэтому план к реке, а что по дороге встретится, то и снимем. Ой, ну прям такая завеса тайны, так что мы будем с нетерпением ждать встречи на следующей неделе в четверг. Будем ждать. И я буду рад с вами встретиться. Ну, значит, до следующего четверга. А теперь новости из Голливуда. К выходу на экраны готовится продолжение франшизы о Трансформерах. Это будет уже пятая часть сиквела. Создателей не пугает. Напротив, они считают, что бренд Трансформеры с богатой 30-летней историей может подарить миру кинематографа еще немало захватывающих сюжетов. Напомню, что четвертый фильм фантастической франшизы «Трансформеры. Эпоха истребления» вышел на экраны летом прошлого года и собрал хорошую кассу. О новинках кинопроката расскажет наш эксперт Дмитрий Мостовой. Дмитрий, доброе утро. Доброе киноутро. Как обычно, сегодня я расскажу вам о новинках этой недели, благо в казахстанский прокат заходят две небезынтересные комедийные мелодрамы и мультфильмы о футболе от обладателя Оскара из Аргентины. Привет, Лос-Анджелес! Видел тех бабулик в первом ряду? Поклонниц не выбирают. Карьера а-ля Пачино, к сожалению, находится на излете, но великий американский актер продолжает активно сниматься, все чаще исполняя роли, являющиеся чуть ли не аллюзиями на его собственную жизнь. Совсем недавно мы смотрели в кинотеатрах фильм «Унижение» Барри Левенсона о вышедшем в тираж актере, а сегодня состоится премьера картины «Второй шанс» о вышедшем в тираж «Рок-музыкантин». Когда-то Дэнни Коллинз был звездой, собиравшей стадионы, но записав несколько альбомов, он прекратил писать новые песни и 30 лет колесит по Америке с турами лучшие хиты, самые лучшие хиты и лучшие хиты без учета предыдущих хитов. Неизвестно, сколько бы так продолжалось, но однажды Дэнни узнает, что еще в 1971 году Джон Леннон написал ему письмо, которое где-то потерялось и только сейчас нашло адресата. Этот факт настолько вдохновляет Коллинза, что он решает круто поменять свою жизнь, отменить все туры Best of the Best, написать новый альбом и наконец-то встретиться со своим уже взрослым сыном. Зачем ты пришел? Чтобы изменить свою жизнь, дорогая. Скоро придет мой муж, и это будет наша последняя встреча. Помимо Аля Пачино, в режиссерском дебюте Дэна Фогельмана, сценариста фильмов «Это дурацкая любовь», «Тачки» и «Рапунцель», снялись Дженнифер Гарнер, Бобби Коновалли, Аннет Беннинг и Кристофер Фламер. Актер Саймон Хеллберг никогда не достигнет славы и уровня Аля Пачино, но и он активно ищет себя. Впрочем, тут причина прозрачна. Хеллберг ассоциируется у зрителя исключительно с инженером Говардом Воловицем из комедийного сериала «Теория большого взрыва» и всячески старается выйти из тени роли, сделавшей его знаменитым. Одна из таких попыток – сценарный и режиссерский дебют Хеллберга с замысловатым названием «Не видать нам Париж, как своих ушей». Самое интересное, что Хеллберг снял этот фильм с авторствой со своей женой, Джослин Таун, а история взята из их собственной жизни. Ты можешь заблудиться даже там, где сам вырос. Я хочу жениться на ней. Она собирается в Прованс с этим французским олухом. Главный герой фильма, Куин, которого, естественно, играет сам Хеллберг, уже готовится сделать предложение своей давней подруге, когда неожиданно другая девушка, длинноногая красавица-блондинка, признается ему в любви, чем ввергает Куина в шок, так как он просто не знает, кого же ему выбрать. То, что ты отрицаешь право других на выбор, можно считать нарциссизмом. Эй! Эй-эй! Эй, ты! Это мой куст! Это ради любви, чувак! Повезло ей. И третья премьера недели. Анимационная лента «Суперкоманда». Копродукция Аргентины, Испании, Индии и США. Аргентинский режиссер Хуан Хосе Кампанелло дважды номинировался на Оскар в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и в 2010 году даже получил статуэтку за картину «Тайна в его глазах». Тем удивительнее, что сейчас Кампанелло предстает в качестве сценариста, продюсера и режиссера мультфильма о футболе. Впрочем, какой аргентинец не любит футбол? Это всего лишь сон. Я проснусь, и все будет как обычно. Бар, футбольный аппарат. Суперкоманда – это фантазийная история парня по имени Амадео, который вынужден защищать свой город на футбольном поле при помощи команды, составленной из деревянных фигурок игроков в настольный футбол. В дубляже картины приняли участие как известные актеры, например, Павел Прилучный и Никита Пресняков, так и телекомментаторы – Денис Казанский и Нобель Рустамян. На этом все. Увидимся через неделю. Не забывайте смотреть кино и футбол. Доброе утро! Вы смотрите программу «Карлы Тан». Меня зовут Анар Рзаева. А меня зовут Азамат Ашимов. И самое время представить вам нашего утреннего гостя. Это вице-директор компании «Юнифранс», иностранный корреспондент Каннского кинофестиваля Жоэль Шапрон. Жоэль, здравствуйте! Доброе утро! Жоэль, доброе утро! Жоэль, доброе утро! Здравствуйте! Спасибо, что пришли к нам в гости. Мне очень приятно. Буквально на днях завершился шестой фестиваль французского кино. Скажите, пожалуйста, чем он отличался от предыдущих фестивалей? Вы знаете, с одной стороны, я бы сказал, ничем, потому что фильмы, естественно, на первом месте. Мы показали в этом году шесть полнометражных картин, а в прошлом году было только пять. И мы показали особенно короткометражные картины, и мы это очень любим делать. С другой стороны, мне кажется, что фестиваль сейчас вписывается полностью в ландшафт культурных мероприятий именно в Алма-Ате, потому что я как бы веду статистику по французским фильмам, которые здесь выходят, и я посчитал, что в 2014 году вышло 37 новых французских фильмов здесь, в Казахстане. Может быть, они были иногда незаметными, но все равно это намного большая цифра, чем это было раньше. В 2013 году было всего лишь 30, а 10 лет тому назад вообще и 20 не было. И нам кажется, что наш фестиваль, конечно, он очень помогает прокачикам, он реально играет свою роль в продвижении французского кино в Казахстане. С другой стороны, сказать, что это благодаря фестивалю, это было бы глупо, но сказать тоже, что фестиваль тут ни при чем, точно так же глупо. Так что нам кажется, что фестиваль, даже если он по сути не меняется, он все равно как бы играет важную роль в продвижении французского кино в Казахстане. Мы не можем с вами не согласиться, мы абсолютно согласны, потому что для нас фестиваль французского кино – это такое ожидаемое культурное событие. И я бы хотела уделить внимание именно «Ночи короткого метра». То есть в этом году было представлено 19 картин, насколько я помню. Есть ли среди них какие-то дебютные работы режиссеров? Есть и дебютные, и работы режиссеров, которые стали уже известными, и которые с тех пор стали снимать, конечно, полнометражные картины. Но, конечно, «Юнифранс», вот та компания, где я работаю, мы уделяем большое внимание на вот этих всех дебютантов. И у нас есть даже специальный департамент, который их курирует. И специально мы устраиваем подобные «Ночи», иногда это не «Ночи», иногда это дневные программы, естественно, но с короткометражками, потому что мы считаем, что надо за ними следить. И к тому же, благодаря нашей французской системе финансирования французского кино, то вы знаете, что примерно одна треть новых французских фильмов являются дебютами. Одна треть. Ежегодно, да? Да, ежегодно. Примерно одна треть. Это очень много, и это благодаря именно системе. Поэтому все те, кто снимает короткометражные картины, они думают, что они смогут, в общем-то, не так легко, естественно, но как бы без особых трудностей снимать свой первый дебютный полнометражный фильм. И так и есть. Поэтому нам очень важно связать короткометражки с полнометражными картинами и показать людям, студентам в основном вот эти картины. К тому же наши «Ночи» пользуются большим успехом. Как я всегда говорю, мы всегда угощаем выживших французским завтраком, так что кровосланами и кофе, поэтому все всегда довольны. Прямо вот аппетит поднялся. Жоря, скажите, пожалуйста, насколько важны вот такие вот фестивали, в частности для молодых начинающих кинематографистов? Для обмена культуры, да? Да. Они нужны именно ради продвижения. Мы абсолютно уверены в том, что каждая страна должна заниматься продвижением своего собственного кинематографа. А если брать динамику от последних нескольких лет, да, именно в Казахстане, что можно сказать о нашем зрителе? То есть насколько стали казахстанцы чаще ходить и более активно на французские фильмы? И насколько ваши кинематографисты стали с большим, не знаю, желанием, может быть, показывать фильмы здесь? Что касается первого вопроса, конечно, пока, в общем-то, довольно тяжело ответить, потому что, к сожалению, еще нет системы того, что называется единого билета в Казахстане, и практически никто не знает, сколько зрителей собирает каждая картина. И когда это все будет прозрачно, тогда я смогу ответить на ваш вопрос, сколько зрителей пошло в прошлом году на наши французские фильмы. Я пока на этот вопрос не могу ответить. Что касается наших артистов, то мы как бы на своем уровне пытаемся убедить людей, что они должны интересоваться этой страной. Я всегда говорю, что вот посмотрите, Казахстан сейчас, это 240 экранов, 17 миллионов людей, которые даже чуть больше, которые росли на французском кино и по телевидению, и в кинотеатрах. Поэтому нам кажется, что это очень важная страна, что по числу кинотеатров, например, Казахстан уже обогнал Румынию, а Румыния считается франкофильной и франкофонной страной, что означает, что Казахстан уже обогнал. Это очень важно. У вас выходит примерно столько новых фильмов, сколько в Англии французских фильмов. И это тоже очень важно. Можно сравнить. Пока, конечно, Казахстан еще не принимает участие в продвижении самих артистов за рубежом. Они об этой стране пока не думают. Но мы думаем, что благодаря нашему фестивалю и нашим усилиям, в конце концов, Казахстан войдет в список стран, о которых они будут мечтать дальше. Понятно. Какое оно, Казахское кино, на взгляд французского зрителя? По какому пути мы должны двигаться? И вообще, чем интересны наши фильмы, допустим, для европейского зрителя? Ваша кинематография, она в основном известна у нас только благодаря авторским фильмам. Пока. И все фильмы, которые пользуются успехом на международных фестивалях, они, в конце концов, у нас и появляются даже в прокате. В прошлом году, в 2014 году, все там три фильма вышло в прокате, чего не было никогда в истории Франции, чтобы три казахстанские картины вышли одновременно в один год. Это уроки гармонии Эмира Байгазина, это студент Даражана Амирбаева и Нагима Жанны Исабаевой. И все три картины были отмечены фестивалями. Не следует забывать, что фестивали играют в этом отношении важную роль, конечно. И пока... И были зрители, реально. Уроки гармонии собрали около 15 тысяч зрителей, что совсем немало. И, конечно, он пользовался успехом Берлинского фестиваля. Это очень, конечно, важно. Что касается ваших новых, в кавычках, блокбастеров, тут, конечно, ситуация намного тяжелее. Потому что блокбастеров снимаем мы, снимают американцы. И практически это единственные блокбастеры, которые реально выходят в прокате пока. Но я очень надеюсь, мне очень нравятся картины Сатаева, например. Я очень надеюсь, что когда-нибудь действительно прорвется новая тенденция казахского кино. Но должен сказать, что пока мы еще смотрим в основном на фестивали. И не просто на фестивали, как таковые, а потому что без, опять, звездной системы очень сложно прокатчикам опираться на что-либо. Звездная система это... Это когда вы говорите об американском кино, всегда на плакате написано от режиссеров каких-то фильмов, с актерами каких-то фильмов, от продюсеров каких-то фильмов. А тут с казахским кино, поскольку мы его практически не знаем, очень сложно рекламировать новую казахскую картину, потому что не на что опираться, не на что ссылаться. Это очень сложно. И режиссеров мы не знаем, и актеров мы не знаем. Так что прокатчик французский. Он как бы голый, он без абсолютно ничего, поэтому он ссылается на фестивали. Но блокбастеры на фестивалях, они не присутствуют. Поэтому очень сложно прокатчикам привлечь внимание зрителей, потому что они не знают вообще, чем можно привлекать зрителей. Это очень сложная работа, к тому же это стоит очень много денег. Прокатываясь и выпускаюсь новую картину, это стоит действительно очень много денег. И если ты хочешь, чтобы все-таки собиралось около 100 или 200 тысяч зрителей, тебе надо вложиться около 300 тысяч евро в выпуск и в рекламу. Поэтому очень многие боятся провала. Ненадолго прервемся, но обязательно вернемся к нашей интересной беседе. А сейчас давайте узнаем, что нового произошло в мире науки и культуры. На этих кадрах вы видите, как пульсируют клетки человеческого сердца. Но снято видео в лаборатории под микроскопом. Перед вами искусственно созданная модель. Ученые из Калифорнийского университета Беркли получили кардиоциты, мышечные клетки сердца из плюрипотентовых стволовых. После этого их высадили на поверхность кремниевого чипа. Мы впервые показываем, как работает человеческое сердце при помощи системы, которая максимально похожим образом повторяет физиологический процесс. Биоинженеры говорят, что на этой модели можно испытывать новые лекарства для сердца. Кевин Хилли, профессор, под руководством которого ведется работа. Он называет это устройство сердцем на чипе. Через микрожидкостные каналы в клетке можно закачивать лекарственные вещества. Так они сокращаются после введения препарата, ускоряющего сердечный ритм. Увеличение скорости видно даже невооруженным глазом. Мы закачиваем кофеин, и сердце на чипе бьется и ускоряет пульс. Мы даем адреналин, происходит то же самое. По словам ученых, испытывать новые лекарства на этой модели гораздо эффективнее и гуманнее, чем обычным способом на животных. Зачастую такие дорогостоящие опыты не дают достоверной информации о том, насколько вредным препарат может оказаться для человека, поскольку структура сердца людей и животных отличается. Теперь, говорят сотрудники лаборатории, испытания станут более надежными, а в будущем врачи смогут выращивать прототип сердечной ткани каждого пациента и назначать таким образом индивидуальное лечение. Поля в Голландии окрашены во все цвета радуги. Здесь, на территории знаменитого парка Кекенхоф, почти одновременно расцвели несколько миллионов тюльпанов, более ста различных сортов. Это сад, расположенный на 32 гектарах земли, знаменит на весь мир своими цветами и огромными полями тюльпанов. Он открывается ежегодно в конце апреля и работает на протяжении двух месяцев. Парк был спроектирован в 1840 году ландшафтными архитекторами Зохерами. Он является абсолютным лидером в ландшафтном показе цветочных растений. Доброе утро всем, кто присоединился. Вы смотрите программу «Кайрл Итан». А у нас в гостях вице-директор компании «Юни Франц» по делам Восточной Европы, корреспондент Каннского международного кинофестиваля. Жоэль Шапрон. Жоэль, мы знаем, что во Франции существует уникальная просто система поддержки кинематографа. То есть ваш бюджет складывается как бы отдельно от государственного общего. То есть вы не зависите от них. И один из нюансов это то, что 11% от стоимости билета, по-моему, у каждого купленного туда выделяется. Абсолютно. Правильно. Да, вот подскажите, пожалуйста, а сколько стоит вообще билет, в принципе, на филе? В среднем 5 евро 50 сантиметров. Почти как у нас получается, да? Да. Да, да. И это вот как раз то, что, в принципе, вам помогает производить там около 300 фильмов ежегодно, да, то есть не зависит от цензуры, от каких-то влияний, да. Как вы думаете, то есть насколько это applicable, да, можно применить в других странах? Ну, скопировать нельзя. Да. Во-первых, есть, конечно, вот этот налог с кинобилетов, 11% вы правильно сказали, но он не один. Дело в том, что наши законодатели в течение всех этих десятилетий после Второй мировой войны, они каждый раз, как только появлялся новый носитель, они тут же стали брать налоги с нового носителя. С телевидения, с видео, с DVD, теперь вот с мобильных телефонов, с интернет, то есть все те носители, благодаря которым вы можете смотреть кино, они сейчас облагаются спецналогом, который пополняет тот налог, который уже взимается уже почти 60 лет с кинобилетов. И в общей сложности получается около 700 миллионов евро. Ну, теперь давайте предложим вам же небольшой блиц-опрос. Любимая марка авто? Ой, я езжу на Пыжу. А лучше иметь 100 евро или 100 друзей? 100 друзей. Полнометражный фильм или короткий метр? Все-таки для меня полнометражный фильм. Ваша любимая телевизионная передача в Казахстане? А, да. Утро, утро. На хабаре, естественно. Правильный ответ. Ну, что мы можем сказать? Спасибо вам большое, спасибо, что вы нашли время, пришли к нам в гости. Вам спасибо большое. Очень рада были вас видеть. Друзья, напоминаю, что гостем программы «Карл Этан» сегодня был удивительный человек, вице-директор компании «Юнифранс по делам Восточной Европы» Жоэль Шапрон. На этом все. С вами были Азамат Ашимов и Анар Рзаева. Мы не прощаемся, а говорим до скорых встреч. С добрым утром. Субтитры создавал DimaTorzok